Дельфин Марка BYD обновила свой компактный электрический хэтчбэк «Дельфин». Машина сохранила ту же внешность и тот же салон, но получила новые батареи, больший запас хода. А появление версии с батареей меньшей емкости и запасом хода 302 км позволило снизить цену на 5%. Стартовая цена BYD «Дельфин» 2024 модельного года в Китае составляет менее 14 тысяч долларов. Экстерьер обновленного хэтчбэка не претерпел радикальных изменений. Для него все еще характерны классические дверные ручки, покатая линия капота, так называемая парящая крыша и фирменная оптика. Задняя часть оснащена небольшим спойлером и сплошной линией светодиодных фар. С обновлением у хэтчбэка появился новый цвет кузова и дизайн колесных дисков, которые имеют размер 16 дюймов. Клиренс 160 мм, но для городских условий этого более чем достаточно. Базовый «Дельфин» оценен 99 800 юаней или в переводе с местной валюты 13 800 долларов. За эти деньги предлагается машина, оснащенная 32 кВт-часа батареей с запасом хода 302 км по китайскому циклу CLTC. По факту пробег будет меньше, но для ежедневных поездок по городу его будет хватать. Электромотор выдает 95 лошадиных сил и 180 ньютон метрокрутящего момента. На ступень выше находится «Дельфин» с комплектацией «Фри» за 112 800 юаней или 15 600 долларов. У него тот же 95-сильный мотор, но батарея емкостью 45 кВт-часа, которой хватает на 420 км хода. Хэтчбэк в исполнении «Дельфин Фэшн» за 119 800 юаней, что соответствует 16 600 долларов, обладает характеристиками, как у «Дельфин Фри», но может похвастаться более дорогим оснащением. Наконец, на вершине семейства находится «Дельфин» с комплектацией «Найт» за 129 800 юаней или в переводе 18 000 долларов. Он комплектуется 174-сильным электромотором и аккумулятором на 45 кВт-часа. Запас хода – 401 км по официальным данным производителя. В будущем у обновленного BYD «Дельфин» появится версия с тяговой батареей на 60 кВт-часа и запасом хода – 520 км. Она уже получила разрешение на массовое производство в Китае. Также одним из самых заметных изменений обновленного «Дельфина» стала задняя подвеска. Вместо торсионной балки тут использовали независимую схему с четырьмя рычагами. Ранее многие автолюбители в Китае жаловались на недостаток комфорта во время движения именно из-за наличия балки. Компания провела работу над ошибками и сделали хэтчбэк комфортнее. На первый взгляд салон «Дельфина» также не изменился. Здесь трехспецовое рулевое колесо, 5-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовый вращающийся экран. В этом хэтчбэке есть вентилируемые передние сидения, новый зарядный порт Type-C и панель для беспроводной зарядки телефонов на 50 Вт. Новый «Дельфин» также оснащен встроенной системой ETC. Это функция автоматической оплаты проезда по платным дорогам. Для оплаты даже не нужно останавливаться. Габариты новинки остались теми же и составили. Длина – 4125 мм, ширина – 1770 мм и высота – 1570 мм, при колесной базе – 2700 мм. Для наглядности. Он на 159 мм короче, 19 мм уже и 79 мм выше Volkswagen Golf. BYD «Дельфин» – это первый автомобиль линейки «Оушен». Небольшой четырехдверный хэтчбэк выступает одним из локомотивов марки как на внешних рынках, так и в самом Китае. В 2023 году компания реализовала почти 300 тысяч дельфинов. Плановое обновление должно придать модели новый импульс, дополнительно увеличив ее продажи. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok